Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы будем снимать обзор на СУ-100М1. Кто-то спросит, зачем снимать обзоры на проходные танки, я поясню. У меня есть мечта, я хочу ее реализовать, я хочу создать на канале полный список плейлистов и выложить все машины, которые есть в игре в виде обзоров, для того, чтобы каждый из вас смог знать, чего вам будет стоить дорогам к той или иной десятке. Я планирую сделать электронную библиотеку, это одна из целей моих, целей моего канала, поэтому если вам нравится такая тематика, обязательно подписываемся, ставим лайкосы, ну и обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что касается моей результативности, огромное количество видео уже заснято и выложено на канале, ну а для того, чтобы полностью закрыть две ветки по ПТХам Советского Союза, мне не достает всего лишь двух обзоров, а именно на 100М1 и на 101. Именно на эти машины в ближайшее время планируем снимать, но, соответственно, сегодня начинаем с 100М1. Что за машина такая? Я бы не сказал, что она очень комфортная, в то же время что-то хорошее в ней, безусловно, есть. С установленным оборудованием, со всей амуницией и в топовой ее комплектации вы получаете орудие, которое стреляет через каждое, грубо говоря, 6,5 секунд и закидывает по 310 единиц альфы, что для седьмого уровня вполне себе даже сносный приятный показатель. То же самое касается и уровня пробития. Что касается ДПМа, то он очень даже таки неплохой, но сложно реализуемый. Ну а что касается точности орудия, то его будем заценивать непосредственно в самой катке. Какая-никакая где-то местами есть не то чтобы броня, но возможность где-то принять непробитие, но самым-самым ужасным в данной машине является угол склонения орудия вниз минус 2, причем он будет вас преследовать, как только вы перейдете на топовое орудие. Когда вы играете на предтопах, у вас будет минус 4, но, друзья мои, на базовом орудии играть это совсем ужасный ужас, так как все показатели по орудию лежат где-то на уровне плинтуса практически, и считая в первую очередь самую играбельность машины, ее поворотливость, но и способность в принципе выживать в боях. Поэтому топовое орудие безусловно является самым лучшим, и вы расплачиваете за существенно увеличивающуюся альфу и за подобные увеличивающиеся показатели уменьшением уровня склонения орудия вниз. Как я уже сказал, минус 2 это просто безбожно мало. Все остальное, ребят, сейчас будем заценивать непосредственно в самой катке. Не могу сказать, что для меня лично прохождение к объектику по данной ветке было приятным. Дело в том, что вот эти вот, в принципе, две машины, они действительно крайне сложно реализуемы в боях, и вот на них вам действительно придется так или иначе пострадать. И набивать опыт, необходимый для того, чтобы продвинуться дальше по ветке, если вы не будете использовать свободку, вам будет довольно-таки сложно. Что касается машины на девятом уровне, СУ-122-54, то эта машина очень классная. Она обладает самым высоким ДПМом в игре, и это действительно чувствуется. Она обладает так или иначе броней, и она обладает довольно-таки хорошей, как для ПТ, подвижностью. В целом, я бы сказал, что машины по данной ветке, они готовят вас, ребят, готовят к объектику как нельзя лучше. Дело в том, что объект, он даже больше похож на своих собратьев седьмого и восьмого уровня, больше, чем на девятку. Потому что девятка все-таки как-то не сильно вписывается в общую, скажем так, линейку ПТ-шек в данной ветке. Что касается сведения, что касается точности орудия, просто супер, просто класс. Ну а что касается брони, как вы видите, только выезжаешь, сразу отхватываешь. Сейчас заходят с тыла, закрутить очень сложно данную ПТ-шку. В этом ее огромный позитив, огромный плюс. Она очень поворотливая на месте, она очень хорошо передвигается по карте, ну и она, в принципе, может постоять за себя. Единственное, что недолго. Недолго, потому что если на вас все-таки выезжают соперники, то вас начинают разбирать. Разбирают безбожно, особо не выцеливая. Может быть, где-то что-то как-то вы сможете танковать, играя от рубки, находясь за какими-то укрытиями. Но с учетом скудного угла склонения орудия вниз, минус 2, отыгрывать от рубки, ну, у вас получится не от неровности, а только если вдруг за какими-то препятствиями вы становитесь, таким образом прячете свой корпус, ну и тогда, возможно, где-то какие-то непробития будут. В основном там через маску, но в целом, ребят, будьте готовы к тому, что вы просто мальчик любить я, сущий картон, который будут довольно неплохо разбирать. Вот такие вот скоропостижные бои будут вас преследовать довольно-таки долго. Ну что, досматриваем бой, возьмем машину, заедем еще в одну каточку, попытаемся посмотреть, чего она стоит в менее подвижном бою, ну и, возможно, у нас получится немножко попытешить. Итак, друзья мои, 1100 единиц урона и, как вы видите, по результатам боя, с учетом того, что это был проигрыш, здесь не будет большого количества собранного опыта, поэтому рассчитывать на то, что вы быстро прокачаете данную машину и быстро перейдете на следующий уровень, ну, навряд ли, ребят, навряд ли это будет получаться. Именно поэтому я и говорю, что две машины, а именно СУ-100М1 и 101-я СУ-шечка, это самые тяжелые для прохождения в данной ветке аппараты. На них действительно в основном дискомфортно играть. Если вдруг там вам будет получаться становиться где-нибудь на третьей линии, работать танком поддержки, при этом особо не отсвечиваться и работать по засветам своих союзников, то да, в таких боях вы действительно сможете накидывать хорошим точным орудием, неплохой урон за бой, ну и, соответственно, вывозить достаточное количество опыта, для того, чтобы плюс-минус бодро продвигаться вперед. Что же касается преобладающего большинства боев, в которых вам придется поучаствовать, то СУ-шка обладает очень хорошей мобильностью. Как вы видели, она неплохо передвигается по карте, ее сложно закрутить, но в то же время, друзья мои, она крайне-крайне неживучая. Что бы вы с этим ни делали, особо вы повлиять на это не сможете. Ну и, соответственно, друзья, будьте готовы к тому, что в основном ваши бои будут заканчиваться выходом в ангар, причем раньше, чем заканчивается сам бой. Попытаемся найти какое-нибудь такое место, чтобы немножко хоть как-то поиграть как ПТ. Подождем, посмотрим, что будут делать наши средние танки. Не едут ребята вперед, и мне кажется, что это очень большая стратегическая ошибка с их стороны. Радует меня тот факт, что я нахожусь в топе. Нет восьмерок, это уже очень хорошо. С другой стороны, нам, в принципе, порой и семерки, а то и шестерки навалять могут довольно-таки не кисло. Мобильность очень хорошо помогает занимать какие-то позиции, перекатываться с направления на направление, но не более того. Так... Давай, отходи, а я по нему что-ли закину? Бодрая точность помогает довольно неплохо выцеливать слабые зоны у ПТ-шек, допустим, у тех же в виде серии АТ. Вполне спокойно выцеливаете комбашни, самые слабые места на данных машинах. Но и в целом, друзья мои, по орудию претензий у вас, в принципе, не будет, пока вы будете играть на данной ПТ-шке. Претензия у вас будет вот в отношении, как я уже говорил, в первую очередь живучести данной машины. Уехали. Ладно. Я в засвете, это не очень хорошо. Вай-вай-вай-вай-вай-вай, повезло, повезло, повезло. Так-с. Перекатываемся. Угол склонения орудия вверх комфортный, но от этого, ребят, легче играть вам не будет. Перекатываемся. 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 Ну, давай, выпячивайся. Продвигайтесь хоть кто-нибудь вперед. Даже вот в такой позиции угла склонения орудия прям в край не хватает для того, чтобы зацепить АМХа за живое. Так, пусти меня, брат. Пусти меня, пусти-пусти, пожалуйста. Я жить хочу. И нас осталось двое. Боюсь, ничего хорошего с этого не получится. Но, как есть, так есть. Все-таки зацениваем машину на предмет того, насколько сложно будет ее прокачать, пройти на следующий уровень для того, чтобы попасть на десятку. Поэтому, в целом, никогда ничего и так не вырезаю. Уж тем более из обзоров на проходные машины вырезать ничего точно не собираюсь. Что касается результативности по бою. Мне кажется, что урона какого-никакого нанести мы смогли. А вот что касается того, приносит ли это победу. Нет, друзья мои. Победу не приносит. 1485 единиц. Сделал два фрага. Что касается наших с вами результатов. Мы не зацениваем серебро. Мы зацениваем опыт собираемый. Полкосаря я бы не сказал, что это прям существенно будет добавлять вам. Хотя вот так вот с миру по нитке голому веревка, ну и глядишь, выкачаете себе следующий уровень. Круто это или не круто, я вам скажу так. Сама десятка стоит того, чтобы пострадать на 100 М1 и на 101 ПТ. Что касается результатов по команде, то как вы видите, второе место в команде по урону. И я могу сказать с уверенностью, что если бы ребята, которые находятся ниже, отыграли лучше, здесь была бы победа, ну и соответственно совсем другие результаты по получаемому опыту. Вот такая вот она, СУ-100М1. Стоит ли ее прокачивать? Однозначно стоит, если вам нужна десятка. Стоит ли ее оставлять себе в ангаре? В этом я очень сильно сомневаюсь, потому что особого фана и удовлетворения от игры вы получать не будете. Особенно будете страдать именно из-за низкого уровня склонения орудия вниз, ну и крайне-крайне слабой бронированности. Добок с ней еще с броней, если бы хотя бы орудием можно было нормально целиться, выцеливать и отыгрывать где-то на неровностях. Тогда, в принципе, с картонностью машины можно было бы мириться. Пишите свое мнение по поводу СУ-100М1, оставляли ли вы ее в ангаре. Обязательно подписывайтесь на канал, ознакомьтесь с другими видео в соответствующих плейлистах. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.